Смотрим на Харьковское направление. Там произошло два вражеских нападения. В районах населенных пунктов Волчанских глубокое. На Купинском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой. Далее смотрим на Алиманское направление. Это второй слайд. Там враг атаковал 14 раз, пытался продвинуться вперед неподалеку от 8 различных населенных пунктов. Акцент делал возле Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки. Смотрим далее на Северское направление. Украинские защитники также отражали 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Иванодаревки, Спирного и Звановки. Далее смотрим на Краматорское направление. Там оккупанты атаковали дважды в районе Белой горы. На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 9 атак неподалеку Нелиповки и Торецка. Смотрим на Покровское направление. Там наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессоров в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое поле, Новотроицкая, Гродовка, Новогродовка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новогродовки. Смотрим на Кураховское направление. Там силы обороны отбили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Украинское, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки, где состоялось 6, 7, 15 и даже 12 боестолкновений соответственно к этим топонимам. На Времовском направлении противник совершил 9 штурмов наших позиций неподалеку Золотой Невы, Шахтерского и Углядара. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию. На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков. Всего провели там 3 атаки. Для авиаударов террористы использовали около десятка управляемых авиабомб и сотни так называемых наров. На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 9 раз, получили отпор, понесли потери.